Моё почтение, друзья! Всего один день остался долгожданной презентации Samsung Galaxy S9, который, безусловно, является одним из самых долгожданных смартфонов 2018 года. Но зачем ждать завтра, когда уже сегодня об этом смартфоне я вам могу рассказать практически всё. Презентация состоится завтра, 25 февраля, перед началом выставки Mobile World Congress, которая пройдёт в Барселоне. Что же из себя представляют новые модели и чем они отличаются от Galaxy S8 и S8 Plus? Ну, во-первых, Galaxy S9 и S9 Plus имеют стереодинамики, созданные при участии компании AKG. Многие пользователи, в том числе ваш покорный слуга, давно нуждаются в хороших динамиках, которые могут удавать громкий и чистый звук. Во-вторых, хорошо, что Samsung не пошла на поводу компании Apple, оставив в своих новых устройствах разъём 3,5 мм. Хотя ходили упорные слухи о том, что у девятой галактики мы этого разъёма не увидим. Для многих наличие этого разъёма будет дополнительным стимулом купить новый флагман именно от компании Samsung. В-третьих, в камере новинок произошли изменения в лучшую сторону, причём это касается как основной, так и фронтальной камеры. Правда, двойная камера только у старшей версии. Обычная версия Galaxy S9 получила только одну 12-мегапиксельную камеру. Из нововведений отмечу появление возможности съёмки 4K видео 60 кадров в секунду, чем ранее Samsung похвастаться не мог. Кроме этого, в камере присутствует режим замедленной съёмки slow-mo и двукратный оптический зум у старшей модели. В-четвёртых, несмотря на то, что дизайн Galaxy S9 и S9 Plus будет повторять практически то же самое, что мы уже видели, Galaxy S8 и S8 Plus, радует то, что сканер отпечатков пальцев будет расположен уже под камерой, а не справа от неё, как было в моделях прошлого года. В-четвёртых, новинки получили новейший процессор Exynos 9810. Для рынка США по традиции установлен Qualcomm Snapdragon 845. Безусловно, оба процессора являются мощнейшими на рынке и имеют большой запас прочности на будущее. Следует отметить, что Exynos немного быстрее, чем Snapdragon, но на практике это практически незаметно. К сожалению, Galaxy S9 и S9 Plus отличаются по объёму оперативной памяти. Старшая модель имеет на борту 6 ГБ, тогда как младшая всего 4. Конечно же, 4 ГБ подойдёт практически для любых задач, но разница всё-таки есть, особенно когда вы запускаете тяжёлые приложения. Поэтому S9 Plus смотрится здесь гораздо выигрышнее. Емкость аккумулятора у новинок точно такая же, как у флагунов прошлого года. Galaxy S9 получил аккумулятор на 3000 мАч, а Galaxy S9 Plus на 3500 мАч. И здесь опять плюс в сторону старшей модели. Из коробки у обеих новинок присутствует Android Oreo, и хочется надеяться, что он будет эффективно влиять на расход аккумулятора. Конечно же, в новых смартфонах никуда не пропадает пылевлагозащита, быстрая и беспроводная зарядка, а скане радужной оболочки глаза и сканирование лица теперь будут работать вместе, объединившись в функцию умное сканирование, которая повысит точность и безопасность разблокировки даже при недостаточном освещении. Касаемо цены, думаю, никого не удивлю, если скажу, что стоить они будут дорого. Конечно же, пока нет официальной информации о том, сколько будут стоить эти девайсы в нашей стране, но вероятнее всего цена в российской рознице будет составлять 59 990 рублей для версии Galaxy S9 и 69 990 рублей для версии с плюсом. Из всего вышесказанного ваш покорный слуга присматривается к приобретению Galaxy S9 Plus, так как она во многом интереснее, чем базовая версия. Двойная камера с 2-кратным оптическим зумом, 6 гигабайт оперативной памяти и большая емкость батареи стоит того, чтобы немного переплатить и впоследствии не жалеть о содеянном. На этом все. Кому понравилось видео, отмечайте его лайком, подписывайтесь на канал и не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова